Здравствуйте! Это программа «Слово веры». И здесь мы говорим об исторических событиях, праздниках и интересных людях в мире православия. В 2019 году в Хабаровске на улице Прогрессивной в Индустриальном районе появился деревянный храм святителя Николая Чудотворца. Богослужения здесь стали проходить еще во время строительства. После молитвы общая трапеза, в дни церковных праздников импровизированные концерты, спортивные соревнования и общение прихожан. Подробности истории и жизни храма Николая Чудотворца в следующем сюжете. Храм Николая Чудотворца в Южном микрорайоне – самый молодой храм Хабаровска. Его строительство завершили два с половиной года назад. Однако прихожане начали собираться здесь на службы в 2018 году, как только место строительства осветили. Собирались каждый вечер в 8 часов вечера и молились, чтобы нам быстрее продолжать строительство, потому что время шло, было лето, время близилось к зиме, мы понимали, что мы не успеваем. И мы в течение трех месяцев каждый день приходили сюда в 8 часов вечера и читали о кафе святителя Николая, молились о скорейшем завершении строительства. Стены и крышу храма возвели буквально за три месяца. Это удалось сделать на пожертвования обычных людей. Собрать средства на строительство помогли и социальные сети, которые вел настоятель храма. Я проводил прямые эфиры, отвечал на вопросы, проводили всякие духовные курсы интересные, просветительские, делали публикации. И многие люди, вот они именно в благодарность за труды, помогали нам строить храм. И этот храм полностью до копейки построен на пожертвование простых людей. Сегодня в уже достроенный храм несколько раз в неделю на службу приходят те, кто молился за строительство еще на пустыре. Появились и новые прихожане. В праздничные дни на службу в храм, рассчитанный на 100 человек, приходит более 200. Мы стараемся как-то создавать такие вот условия, где людям будет как-то хорошо молиться, спокойно молиться. Очень многие прихожане молодые люди. Здесь потому что два священника, именно молодежников. Мы занимаемся молодежным отделом, проводим мероприятия, много детей у нас. Уже два года при храме работает молодежный центр. Раз в неделю организовывают общие встречи и беседы. Выезжают на лекции в школы и университеты по всему Хабаровскому краю. А летом организовывают детские лагеря и молодежные форумы. Мы просто проводим для них то, чего им не хватает. Что-то спортивное, интеллектуальное, интересное. И вот в этом общении с нами не видят, что священники – это люди образованные, интеллектуальные, адекватные, так сказать, вменяемые, тоже веселые, которые могут смеяться, интересно жить. Они видят такую же молодежь, как и они. Прихожан становится все больше. Им уже тесно в маленьком деревянном храме. Так что впереди новое строительство. По соседству с храмом Николая Чудотворца появится большой каменный. Пока на его месте установлен поклонный крест. Храм будет большой, он проектируется по благословению нашего владыки-метрополита. Несколько пределов будет. Главная часть Благовещения и боковые части Ана Притечи и свидетеля Спиридона Тринфунского. В сумме там может поместиться больше тысячи человек. Заложить храм планируют уже в этом году. В перспективе еще построить отдельное здание для молодежного центра и духовную гимназию. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов занимает особое место в ряду избранных учеников Христа Спасителя. Память этого святого православные чтят 21 мая. Он был рядом с Иисусом Христом в самые светлые и темные времена. Иоанн Богослов – единственный из 12 апостолов, умерший естественной смертью. Согласно преданию, он прожил около 100 лет. Сегодня православная церковь чествует память особо любимого Господом ученика, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Спаситель любил Иоанна за его жертвенную любовь и девственную чистоту. Апостол Иоанн никогда не оставлял своего учителя и был близ него и в радости, и в день великой скорби всего христианского народа, плача у креста вместе с Божьей Матерью. А после служил и заботился о ней до ее успения. И отправился тогда Иоанн в далекие земли, дабы проповедовать Евангелие и обращать слепых язычников в истинную Христову веру. Проповедь его сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших росло с каждым днем. Не раз апостол Иоанн был приговорен к смерти за исповедание Христовой веры, но Господь сохранил своего избранника. Однажды апостол Иоанн со своим учеником Прохором удалился на пустынную гору, и во время молитвы, кое свершал Иоанн, вдруг гора затряслась, грянул гром, Прохор испугался. Но святой апостол приказал записывать его слова, что он будет говорить. «Аз есмь Альфа и Омега, начаток и конец, глаголит Господь, сы и ижебе и гряды и вседержитель, возвещал Дух Божий через апостола Иоанна». Так, около 67-го года, была написана книга «Откровение, апокалипсис» святого апостола Иоанна Богослова, раскрывающая тайны судеб церкви и конца мира. Спустя почти 30 лет, после ссылок и освобождения, после великого множества проповедей, в Эфесе апостол Иоанн написал Евангелие. Он призвал всех христиан любить Господа и друг друга, и этим исполнить заповеди Христовы. Апостолом любви именует церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу. В трех посланиях, написанных апостолом Иоанном, говорится о значении любви к Богу и ближним. Святой апостол Иоанн пережил всех очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем земных путей Спасителя. И уже давно перешагнув столетний рубеж, он и к Господу отошел чудесным образом. Верные ученики, засыпавшие его землей в могиле, не нашли потом тела святого апостола. Но каждый год из могилы его 8 мая по старому стилю выступал тонкий прах, которым верующие исцелялись от всех болезней. 21 мая День памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова Евангелие от греческого «Благая весть». Это книги Нового Завета, в которых присутствуют описания жизни, учения, смерти и воскресения Иисуса Христа. Подробнее об Евангелии в жизни христианина мы сегодня поговорим с гостем нашей программы. У нас в студии Ирия и Николай Семенов, преподаватель Хабаровской духовной семинарии. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Николай, что же такое Евангелие и о чем эта книга? Евангелие – это слово греческое, переводится оно как «Благая весть», вы правильно заметили. Возникает вопрос, в чем же такая особенность «Благой вести». И тут такая, знаете, удивительная парадигма возникает, что в любой религии есть жертвоприношение. В какой-то религии человек пытается Бога умилостивить, в какой-то пытается получить просимое, но ни в одной из них нет такого Бога, который бы сам участвовал в человеческом спасении. То есть Бог поплатился в человеческую плоть, сам пережил земной путь, не просто на словах или заповедях, так сказать, человека пытался вразумить, но сам спас его собственной жизнью, ценой собственной крови. В этом особенность отличия христианства в других религиях, что Бог не находится ни в трецедентах от нас, а Он находится вместе с нами. Потому что человек после грехопадения уже сам не мог себя исцелить. Мы знаем из истории Древнего Ветхого Завета, что как люди впали в падший грех, распустились. Прекрасный пример Содома и Гаморы, когда человек уже настолько потерял образ Божий и подобие, что просто совершал немыслимые деяния. И здесь поступает Бог как наш Спаситель. Он проживает жизнь, совершает земной путь, выходит на благовестие, выходит на служение людям, исцеляет многих, и потом принимает крестные муки, нас очистив от греха и смерти. Дает нам возможность покаяния. Вот для нас это очень большое отличие. И Евангелие повествует о, не только о земной жизни Христа, но это и есть путь, читая его, мы находим ответы на любые вопросы. То есть это некая такая всемопоучительная история о жизни Христа, как жил Иисус Христос на земле. Да. Не только истории, но и притчи, которые Господь использовал, дабы человека заострить внимание на особенных моментах. То есть, когда человек просто читает рассказ, у него в одно ухо влетает, из другого влетает. А притча, она человека задумывается, заставляет. Получает. Да, получает. Кто автор Евангелия? Автор Евангелия – это апостолы Христовые, евангелисты, их четыре – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Написано было Евангелие ими, но, конечно же, не просто как люди, как человеки. Написано было Евангелие по вдохновению Духа Святаго. Поэтому и Евангелие очень ценно для нас и актуально. Остается все это время, потому что не просто рассказ. Если читатель вдумчиво читает, то он понимает, что в его жизни каждая ситуация здесь была пережита и разобрана в Евангелии. То есть, ответы на любые вопросы. Только нужно быть вдумчивым. Для этого надо общаться к святым отцам, к толкованию. Вот таким. Ну вот я знаю, что некоторые фразы евангелистов не вошли, да, в Священное Писание? Нет. Немножко разнятся Евангелие по своему контексту. Но это и нормально, потому что это были люди разные. Невозможно, чтобы Евангелие было написано под копирку одинаково. Иначе это вызывало бы сомнение в их подлинности. А здесь повествование одно и то же. Так сказать, смысл не теряется, но разный, так сказать, иногда подход. Подход, да. Ну, как у любого писателя, суть остается одна, но подход может быть... Об этом и есть истинность, когда несколько людей пишут об одном и том же, так сказать, разными словами. И не случайно, так сказать, именно четыре лингвиста. Есть такие ситуации, что четыре времена, времени года, да, четыре главных направления ветра, там, север, да, юг, старт, восток. Ну, то есть, для того времени это было не случайно, если бы она такая цифра, она имеет тоже смысл. Ну, вот, четыре вот этих евангелистов, это же не единственные, которые писали о Иисусе Христе, были же еще, да, авторы? Да, конечно, были другие авторы, но в чем интересность, и истинность этих четырех лингвистов? В том, что евангелий было много, было и от Никодима, было и от Иуды, но было собрание отцов, согласие, консенсус патрум, когда люди собираются и выбирают самые, так сказать, значимые и достоверные евангелия, потому что каждый человек понимал Христа по-разному, для одного это просто какой-то чудесник, который совершает чудеса, непонятно, что он там, для чего это все, для одного это, так сказать, такой, знаете, пророк, то есть люди во времена Христа, его ожидая, были не совсем готовы к его пришествию, потому что только чистое сердце, возможно, для полного понимания Христа. Иисус и говорил о спасении души, а не о спасении, так сказать, нашего, как и хотели иудеи, чтобы их Господь был из плена римского. Им нужно было не очищение, не нужно было власть. Поэтому так вот. Ну, поэтому были выбраны, да, вот эти вот четыре евангелиста, более... Да, это, чтобы не было ничего, так сказать, лишнего, основное, самое, так сказать, ценное и важное. Скажите, почему верующему человеку вообще важно читать, изучать Евангелие? Для чего? Ну, важно, потому что там есть все вопросы на наши жизненные ситуации. То есть очень важно, особенно Новый Завет, потому что если Ветхий Завет это Господь людей научал разными способами и готовил к своему пришествию, Новый Завет это Завет Любви. Сказать, нет, как вот говорится в ангельской цитате, нет большей любви, когда если человек положит душу свою за други своя, то есть в этом и вся суть Евангелия, что любовь может все покрыть и все изменить, если она будет. То есть если человек старается, если он прикладывает усилия, без любви невозможно ничего, потому что даже начиная любую ситуацию жизненную, решение, если ты не знаешь как поступить, как учат нас святые отцы, поступи в сторону любви, и тогда ты найдешь путь. Нельзя зло злом покорить, нельзя, это невозможно. И поэтому в Евангелии там все ответы на вопросы, только нужно иметь вдумчивость, чтобы не было это, знаете, как просто история. Когда человек говорит, что он все знает, в самом деле он ничего не знает. Если ты читаешь вдумчиво, святые отцы говорят, что жизни порой не хватает, чтобы понять, о чем хотел бы нас донести Господь. Поэтому нужно быть внимательным, и все получится, и стараться просто. Не важно, как, понимаете, не важно, насколько человек духовно одаренный. У каждого есть таланты свои, сколько больше, сколько меньше. Это Бог нам даровал. Важно, как мы им пользуемся, сколько мы прикладываем усилия. Это важно. Одному легко дается, другому сложно. Но Бог не спросит. Главное результат, который ты приобрел. Если у тебя много талантов, но ты их всех зарыл в землю, какое тебе будет от Бога поощрение? Спасибо вам за беседу. Сегодня в студии у нас был Ирей Николай Семенов, преподаватель Хабаровской духовной семинарии. Спасибо. Спасибо. Что еще интересного произошло в мире православия за прошедшую неделю, узнаем прямо сейчас. В Хабаровск девы обновилась. Эксперты, художники и реставраторы не смогли установить, каким образом это произошло. Коробейниковская казанская икона Божией Матери внесена в список святынь Русской Православной Церкви для общецерковного почитания. От нее явлено множество чудес. Особенно она прославилась случаями исцеления от бесплодия. Митрополит Артемий осветил первую в крае тактильную икону. Иверский образ Богородицы подарен юным воспитанникам школы интерната номер 2 в Хабаровске. В нем обучаются дети с инвалидностью по зрению. Святыня появилась в краевой столице благодаря всероссийской программе «Увидеть икону». На дне трудился известный московский мастер Олег Зон. Образ руководитель учреждения решил поместить в зале посещений. Икона будет доступна и детям и родителям. В планах сделать к ней табличку с шрифтом Брайля. Хабаровск посетил один из главных известных священников в русскоязычном интернете протеерей Павел Островский. В краевую столицу миссионер прибыл по приглашению руководителя молодежного отдела епархии. Он провел встречи с дальневосточниками в семинарии, а также помолился на богослужениях в рамах города, в том числе в приходе Александра Невского. Выяснилось, что в 1988 году его отец был назначен настоятелем этой церкви. В Хабаровске прошли детские годы будущего пастыря. Это была программа Слово Веры. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин